4 часа утра. Центр города – вой сирен и запах гари. Здесь загорелась частная наркологическая клиника «Чистый город». Пожар тушили около часа 55 сотрудников и 20 единиц техники. Эвакуировано 16 человек. Четверо погибли. Двое в тяжелом состоянии. На аппаратах ИВЛ. Сегодня территория оцеплена. От пожара остались только черные следы, выбитые окна. Следователи забирают то, что уцелело. Личности погибших до сих пор не установлены. Это поможет сделать только экспертиза, поскольку тела обгорели до неузнаваемости. К тому же все, кто находился в учреждении, поступали туда анонимно. Поэтому еще не все родственники погибших знают, что их близкий, которого они отправили лечиться и заплатили за это деньги, погиб. Директоры учреждения сегодня задержали, а сотрудники центра отказались от комментария. Не даю комментарий. Отойдите, пожалуйста. По данным Следственного комитета, причиной возгорания оказался поджог. Это засняли камеры с самой клиники. На них видно, как один из пациентов поджигает вещи. А когда огонь начинает распространяться, он поднимает соседей по палате, и они убегают. Но, как оказалось, удалось это сделать не всем. По одной из версий, погибшие не смогли выбраться, потому что находились под воздействием препаратов. И это сейчас устанавливает экспертиза. О нетрадиционных методах лечения в клинике говорят и соседи. Они рассказали про регулярные стоны и потасовки. Однако терпели и никуда не обращались. Ну вот оно давно уже, сообщество это. Кричат, волнуются. Все-таки доставляют любого обслуживания? Конечно. А что они там? Вы против? Да по всем нормам размещать лечебные учреждения в обстроенных помещениях не допускается. Вот этих людей привозят каждый день. Но в таком доме, в жилом, я считаю, что вот эти вот всякие центры, пеналка шеи, вообще не надо здесь сделать. Надо специально сделать клинику и туда их возить. Также сегодня стало известно, что клиника работала с нарушениями закона. У нее не было лицензии на оказание стационарных услуг. То есть там, в принципе, не должны были находиться пациенты посреди ночи. Сейчас причины произошедшего предстоит выяснить следователям. По данному инциденту они уже возбудили уголовное дело. В рамках расследования уголовного дела назначены и проводятся ряд экспертиз, такие как пожаротехническая, биологическая, химическая и другие. Допрашивается руководство и персонал клиники, свидетель, очевидцы. Изъято представляющий интерес для следствия документации. И это уже не первый случай, когда о незаконной работе становится известно только после трагедии. Один из ярких примеров произошел три года назад. Сгорел пансионат для ветеранов, погибли три пенсионера. И только после этого выяснилось, что у владельца нет лицензии. А подобные учреждения начали активно проверять. Вот и сейчас можно ожидать традиционных для подобных ситуаций рейдом по частным клиникам, которые почему-то начинают проводить только после смерти людей. Анна Кузьмина, Сергей Токарев, Новости ТВК.